Здравствуйте! В эфире программа «Тема дня» и у нас в гостях директор компании «Флорай» Валерия Дереча и ландшафтный дизайнер компании «Ольга Сивая». Валерий Павлович, Ольга, здравствуйте! Здравствуйте! Мы продолжаем нашу беседу о том, что сейчас нужно делать тем, кто заботится о красоте приусадебных участков. И если в прошлый раз мы говорили о том, как заботиться о хвойниках, то сегодня я предлагаю вспомнить еще об одних питомцах, зеленых, наверное, самых требовательных. Это те экзотические растения, которые завезены сюда, для которых зима, осень, которая наступила, неродная. Что с ними сейчас делать, как их уберечь от этих погодных условий? У нас действительно есть такая ситуация или проблема, назовем так. Есть много растений, которые у нас наши клиенты или вообще жители города покупают для того, чтобы было красиво. Или возле бассейна, или возле дома, или при входе в какое-то здание. Очень много таких растений, как лимоны, мандарины, то есть, в общем-то, пальмы разные, это и веерные пальмы, ну, все виды пальм, которые только есть. Но на зиму, к сожалению, все эти растения не могут стоять в открытом, так сказать... А ведь мы в ответе за тех, кого мы приручили. Да-да-да. Поэтому мы сегодня предлагаем очень, я считаю, как бы, хорошие условия для того, чтобы хранить эти пальмы, чтобы они сохранились всю зиму, чтобы они весной вам опять начали служить. То есть, недостаточно просто забрать эти растения с улицы, перенести в дом, какой им нужно микроклимат обеспечивать в течение зимы в помещении? Вы вполне можете это сделать прямо у себя дома. Главное, чтобы у вас дома были следующие условия. Есть пальмы, которые могут жить просто при комнатной температуре, а есть пальмы, которые должны жить, ну, как бы, на условиях зимнего сада. То есть, им не нравится, когда температура все время 22 или 24 градуса. Им надо создать, как бы, зиму. То есть, ну, к примеру, там, 10-12 градусов. Для них это уже зима. Если вы сделаете для них ноль, ну, в общем-то, как бы, для этих пальм будет это уже немножко критично. Ну, в общем-то, в любом случае, дома, наверное, довольно сложно обеспечить такие условия, поэтому можно... Должен быть в наличии зимний сад. Вот если он есть, то тогда вы можете любые растения вообще приобретать, используя зимний сад, либо комнатную температуру, либо температуру зимнего сада. Потому что в зимнем саду, как правило, зимой это 10-15 градусов не может. Ну, если зимнего сада нет, что делать? Обратиться в компанию Флорай. Вот. Вы можете прямо у нас все это хранить. При этом мы приезжаем полностью, делаем услугу того, что мы у вас забираем это все, и весной вам привезем. Забираем мы, как правило, в любое время осенью. Единственное, что перед тем, как забирать, мы смотрим, в каком состоянии растение было. Это к нам, в общем-то, обращаются не только частные лица, но и в то же время и организации. Это и рестораны, бары, банки. Все те, кто оформляют летние площадки зелеными растениями. Валерий Павлович, еще один вопрос, это как сохранить те растения, которые должны перезимовать на улице, но все-таки каким-то образом это нужно утеплять. То есть, в первую очередь, как? А к вам тогда уже будет вопрос, каким образом это сделать красиво. Чтобы все-таки и зимой, уличный зимний сад был тоже красивым. Есть в наличии, везде продается агроволокно специальное. Просто, когда вы покупаете агроволокно, вы должны уточнить, что это агроволокно для утепления растений. И вы обкутываете растения, как можете, здесь нету какого-то принципа. То есть, просто надо обкутывать растения в два или в три слоя. Вместе с кроной, если речь идет. Оно полностью дышит. Это агроволокно пропускает и воду, и воздух, и свет, а воду оно не пропускает. Вот в чем суть. Потому что, когда вода попадает холодно, а потом замерзает, вот здесь возникает проблема, оно начинает терять товарный вид. Но, в принципе, достаточно агроволокна. Если же растение не может вынести мороз, там, еще раз говорю, при минусовых температурах, то по-любому его надо прятать не в агроволокно, а прятать его куда-то в помещение. Ольга, а как сделать это красиво? То есть, как сделать так, чтобы наш сад перезимовал красиво зиму? Ну, красивая зима перезимовала, конечно, это обилие хвойных должно быть, чтобы они придавали саду завершенный вид. Чтобы это нужно изначально думать о том. Да, изначально нужно думать, потому что, на самом деле, ландшафтный дизайн, очень симпатичный, красивый термин, это создание гармонии между красотой и удобством. Потому что должен быть сад не только красивый, но он должен даже для вашего использования быть удобный. И в любое время года можно быть красивым. В любое время года, да. Размеры, в принципе, не имеют значения, потому что мы можем делать красивые участки даже на террасах небольших. Ну, я, конечно, достигаю каких-то гектаров, да, национальные парки могут быть красивые. Понятно, что, наверное, на гектаре проще развернуться, чем на двух квадратных метрах. Наверное, проще, да, потому что минимальные, скажем, сады, да, минималистические, для того, чтобы они были грамотно, скажем, высажены, чтобы это было красиво все расположено. В общем, нужно очень серьезно к этому подходить, потому что с каждой маленькой точечки может открываться такой вид, чтобы вам было приятно это смотреть. Вот я так понимаю, что сейчас очень важно, действительно, для того, чтобы красивым был сад зимой, нужно закупиться хвойниками, их можно еще высаживать. Мы с вами встречались в начале сентября, была благоприятная погода для этого. Сейчас позволяет погода еще заниматься хвойниками? Конечно, позволяет. Вообще, в этом году осень такая необычная. То есть, она, с одной стороны, была холодно, с другой стороны, сейчас опять потеплело. И когда реально будет холодно, никто пока вообще понять, все запуталось. Но, тем не менее, конечно, холод придет. Сейчас, в общем-то, период высаживания хвойных растений продолжается. И смело высаживайте хвойные растения. То есть, вот как раз сейчас мы должны позаботиться о том, чтобы зимой наш сад был красивым. Ну и, наверное, уже сейчас нужно думать о том, каким он будет весной. Весна – это период цветения. Что сейчас надо высаживать и как высаживать, в каких пропорциях, параметрах, чтобы весна была действительно цветной и яркой? Безусловно, самые, скажем, первенцы весны – это наши луковичные растения, которые еще нет ни листвы не появляются. А если уже, скажем, из-под снега практически, подснежники появляются, крокусы, гиацинты, они радуют нас яркими цветами. И вот чтобы мы заложили уже в концепцию сада весеннего цветения, нужно сейчас приобретать луковицы, высаживать их. Там каждая луковица высаживается весьма там специфически, там от размера – это глубина посадки, это количество на квадратный метр. Но это уже вам подскажут консультанты при покупке, либо там в интернете сейчас можно найти. Ну, а вот о красоте, это как раз тот вопрос, которым вы занимаетесь. Ведь сортов огромное количество. Очень много, да. Что с чем сочетается? Какие сейчас модные тенденции в отношении высаживания цветов? Скажем так, направление каких-то вот таких резких, как в одежде сегодня модно, фиолетовый цвет, золтер, желтый. Вот такого направления в ландшафт не нет, потому что, конечно, многое зависит от желания самого человека. Потому что ему предпочтительнее, скажем, кому-то фиолетовые цвета, кому-то желтые. Кто-то любит просто гармонично белый сад или розовый. Поэтому каждый, в общем-то, выбирает для себя эти луковичные культуры. Ну, конечно, вместе с дизайнером сада или с человеком, который ухаживает. Но в основном, конечно, человек больше ориентируется на себя, потому что… А как сделать так, чтобы сад свел, возможно, это круглогодично? Ну, зимой, в общем-то, цветение невозможно. К сожалению, в нашей, скажем, полосе, потому что у нас выпадает снег, у нас минусовая температура. Но начиная, скажем, с марта до, скажем, наверное, октябрь-ноябрь цветение возможно. Просто это начинает с луковичных культур и заканчивая позднецветущими сортами лиственные, кустарники, которые дают повторное осеннее цветение. Оно, конечно, не такое яркое, как весеннее, потому что весеннее-летнее самое яркое цветение. Но, возможно, даже некоторые садород смогут свести в октябре-ноябре месяце и оставаться еще цветущими. Ну, а как же хризантемы? Это королева осени. Обязательно, без хризантемы невозможно. Хризантемы, астры, в общем, конечно, без этих растений просто невозможно представить себе садо. Невозможно, кстати, яркого цветущему, что обилие оттенков цветов этих растений, наверное. В общем, только с розовым можно сравнить, потому что там от белого до бордового, красные очень красивые. А сейчас еще есть хризантемы? Имеет ли смысл их высаживать? И, собственно, можно ли еще успеть насладиться этой красотой? Хризантемы есть, конечно, но я хотел еще буквально сказать по поводу цветения луковичных. Вы помните, когда вот эти карликовые тюльпаны, карликовые, они всегда цветут в первую очередь. Поэтому, в принципе, конечно же, вначале надо посадить карликовые тюльпаны, потом тюльпаны, которые повыше, потом еще которые повыше. В общем-то, как бы, период цветения, когда вы покупаете тюльпаны, там на упаковке всегда расписано, когда какой цветок цветет. И очень важно это учитывать. И в зависимости от высоты. И в этом случае у вас цветение будет идти, знаете, как без остановки. Вот то, что вы спрашиваете, чтобы цвело круглый год, образно. То есть, в принципе, и так же самое и в хризантеме. На самом деле, есть сорта хризантемы, которые только начинают цвести, есть которые позже и так далее, и так далее. Это очень важно составить такую карту. Да, да. Просто у нас короткий эфир, мы не можем за это время все рассказать. Но по поводу хризантемы сейчас, в этом году, вот из-за того, что было похолодание в сентябре, в общем-то, высадка хризантемы действительно как бы затянулась. Потому что люди испугались, что вроде стало холодно, и уже не надо хризантемы. Но на самом деле мы... Но еще обещают второе бабье лето. Да, и оно обязательно будет. Обещает и мещает, да. Поэтому мы всех приглашаем, так сказать, покупать эту хризантему. Она радует глаз, это действительно безумный цветок. Если даже взять с точки зрения, знаете, вот то, что мы садим весной, пиларгонии, петуньи, сурфинии, они немножко как бы, ну, как у нас в народе говорят, ну, вот как бы гадят. В каком плане бывает пыльца летает, там, ну, разное. То, в отличие от этих цветов, именно хризантема практически вообще, ну, как минимум ухода, только полив и все. Вот. Иногда бывает, что можно хризантему даже сохранить до следующего года. Но это если вы приложите к этому усилия. Но, в принципе, тоже это можно сделать. Но она уже не будет такой яркой и красивой. Поэтому... Ну, в общем, надо ловить момент прямо сейчас. Да, ловите момент. Она просто сейчас... Наверное, еще то, что может украсить зимой сад, это садовая архитектура. То есть, все-таки не только зелень, но еще и какие-то элементы декора. Какие могут быть элементы декора, чтобы действительно сад был интересным и, может быть, даже уютным зимой? Ну, никогда, конечно, всегда у нас остается зимой, летом разные мостики. Если у вас есть какой-то пруд, мостик над ним, будет красиво смотреться и летом, да, в обилии зелени. И зимой, если даже замерзнет озеро, пройтись перед мостик через пруд посмотреть, очень красиво. Ну, и разные малые архитектурные формы, какие-то скамейки очень красивые бывают. Бывают очень красивые статуи, можно разместить в разных уголках. Можно делать какие-то ложные картины, можно так сделать... А бывают арки, какие-то конструкции для вьющихся растений. Ну, зимой, возможно, они не очень красиво смотрятся. Как-то можно этот вопрос решить? Ну, на самом деле, сейчас арки очень красивые делают. И даже когда снимаются с них эти растения, которые весной, все зелени, они сами себе... То есть, их нужно обрезать. Да, некоторые растения обрезаются, некоторые, допустим, можно уложить на грунт, прикрыть на зимовку. Но сейчас просто конструкция очень красивая настолько, что они сами есть украшения сада. Сами по себе украшения сада, да. Если уж переходить в помещение, то есть, чем мы говорим о цветении круглый год, наверное, я так понимаю, раз зимой не цветет на улице, нужно, чтобы зимой цвело внутри дома. Что может красиво цвести сейчас, что вы предлагаете? Ну, есть прекрасные комнатные цветы. То есть, ну, орхидея цветет вообще чуть ли не 6 месяцев в году. Это, наверное, один из самых популярных сегодня цветущих растений. Ну да, и она не привязана к зиме или к лету, или к осени. Просто там период цветения, то есть, по-моему, насколько я помню, где-то месяца полтора-два она отдыхает, а потом опять месяц-два она опять цветет. Соответственно, если у вас их не одна, а много, то, соответственно, они как бы по очереди все цветут. Великолепно, я знаю, что у вас, наверное, наиболее обширный ассортимент орхидеи по цветам. Вот вы каждый раз стараетесь привести что-то новое. Какие последние, самые интересные цветовые сочетания были? Ну, знаете как, пускай лучше Оля скажет. Она как дизайнер, и я, в общем-то, как бы... Мне, понимаете, на мой цвет мне очень нравится желтый цвет. Но, в принципе, я никогда не думал, что желтый цвет может быть, ну, как бы, столько видов. Да, таким разным. Но, в принципе, у нас цветов очень много. Как бы мы сторонники того, чтобы это не были традиционные цвета. Ну, конечно же, традиционные тоже есть. Но самое главное, чтобы было разнообразие. То есть, всех цветов. То есть, Ольга, я правильно понимаю, что сейчас можно выбрать орхидеи под любой интерьер, под любую цветовую гамму? Абсолютно. Они вот белые, опять-таки, да, темно-бордовые, через желтые, желтые гладенькие, желтые с пятнышками. Но кроме того, что есть разные обилия расцветки, есть еще коллекционные орхидеи, которые мини-орхидеи, которые совсем еще маленькие. Присматриваясь с ним какие-то такие ласковые, они очень хочется их там прикоснуться, не прикоснуться, посмотреть на них. Ну, а, конечно, обычные орхидеи, которые Лилия Павлович привозит постоянно, очень большие выборы. И, в общем-то, можно подбрать абсолютно любой интерьер. Вот интерьер у себя в квартире, и так, в общем-то, и в офисе тоже очень любят покупать, потому что радует. Мы в офисах проводим очень много времени. И действительно, орхидеи очень украшают. И очень стойкие растения. Очень украшают пространство. Ну, и довольно, я так понимаю, она проста, относительно проста в обиходе, в уходе. Конечно, да. Ну, что ж, я благодарю вас. Действительно, желаю, чтобы зима прошла красиво и ярко, чтобы все сады цвели в любое время года. Пусть даже это будет зима, но пусть она будет красивой. Я вас благодарю и напомню, что у нас в гостях был директор компании «Флорай» Валерий Деречи и ландшафтный дизайнер компании Ольга Сивая. Субтитры создавал DimaTorzok